Здравствуйте! Вы смотрите городской телеканал ЮТВ. Меня зовут Карина Тумасова. Пожалуй, одной из самых обсуждаемых тем нескольких последних недель остается строительство дороги по проезду Северному. Весь город буквально разделился на два лагеря – тех, кто считает, что дорога необходима, и тех, кто выступает категорически против строительства. В первый день лета в городской администрации объявили – начинайте строительство дороги, которая разгрузит степной поселок от пробок. Дорожное полотно от Северного проезда до объездной дороги уже проложено, и в ближайшее время начнется строительство второго отрезка – от улицы Автомобилистов до улицы Театральной. Стоимость проекта – 300 миллионов. Эти деньги выделены из бюджетов трех уровней – федерального, регионального и муниципального. Строительство началось 1 июня. Закончить планируют в начале октября. Казалось бы, дело нужно, и на самом деле, но кто может высказаться против? Ведь совершенно очевидно, что имеющиеся дороги совершенно не справляются сейчас с тем потоком машин. Однако, уже на следующий день, после того, как в администрации заявили о начале строительства, возле участка, где будет пролегать автомагистраль, собралась толпа недовольных. Против выступили жители близлежащих домов. На стихийный митинг вышло около ста человек. К протестующим приехали представители городской и окружной администрации. На месте попытались разобраться, почему люди против. Как выяснилось, главное, что пугает – это вырубка деревьев и близость дороги к жилым домам. Встреч за эти несколько недель было немало. О том, как они проходили, мы расскажем чуть позже. А пока я хочу представить вам нашего сегодняшнего гостя, человека, который, я надеюсь, поможет нам разобраться в этой непростой теме и, наверное, успокоить горожан. Это начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга Сергей Леонидович Бринев. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Ну вот перед тем, как начать наш с вами сегодняшний диалог, очень хотелось бы добавить, что на самом деле для полноты, так скажем, картины, для того, чтобы быть наиболее объективными, мы пытались сегодня пригласить людей, которые выступают против строительства этой дороги. Но кто-то сослался на занятость, кто-то в принципе не вышел на связь, а кто-то сказал, что все уже услышал, что мог и абсолютно потерял надежду, так скажем. В нашем распоряжении есть интервью, которое мы записывали с недовольными, мы их тоже обязательно посмотрим попозже, и я надеюсь, что вы сможете как-то это тоже прокомментировать, дать ответ. Начать хотелось бы мне, Сергей Леонидович, вот даже не с того, какова протяженность этой дороги, не с технических каких-то или финансовых характеристик, а все-таки немножечко с другого. На всех встречах повторяется, во всех интервью говорится о том, что строительство дороги было запланировано совершенно не вчера, о том, что это много-много-много лет назад. И вот мне знаете, что непонятно? Планы были давно, а чувство такое, как будто люди узнали об этой дороге только когда увидели технику, или там увидели какой-то материал, который появился, который показали по телевизору в новостях накануне. Может быть, нам удалось бы избежать вот этих вот масштабных обсуждений, если бы администрация сработала на опережение и как-то, ну, не за один день людям рассказала о том, что будет дорога, а как-то пораньше вышла, объяснила. Может быть, тогда нам бы удалось вот этих вот всех конфликтов-то как-то избежать. Как вы считаете? Из бесед, которые мы проводили неоднократно с жителями домов по проезду Северному, стало ясно, что жители, заселяясь в конце 80-х годов, знали, что эта дорога будет. Причем эта магистраль никогда не меняла свой статус, как она была определена в генплане 85-го года, как городская магистраль в шесть полос регулированного движения, так она и осталась. Более того, мы представили общественности и показывали по телевидению неоднократно проект, который был утвержден в 90-м году главным архитектором города на основании генплана, где практически в точности повторяются те очертания, которые имеет сегодняшний проект. Люди не так активно сейчас интересуются делами градостроительства, по-видимому, не так активно участвовали в обсуждении генплана в 2008 году, и когда мы его правили в 2015 году, здесь, как говорится, все мероприятия, которые обязаны мы провести по законодательству, общественные слушания, они длятся не один месяц, они все прошли. Нет, ну это понятно, что они вправе были ознакомиться, и с точки зрения законов нет абсолютно никаких претензий, потому что прошли общественные слушания и все такое, но я сейчас немножечко не об этом, я немножечко о том, что у нас людей-то, многих пока не пнешь, они не заинтересуются. Может быть, на будущее опять-таки у нас же город растет, развивается, строится. Всегда перед началом строительства идет информирование жителей, это и установка стендов соответствующих, где написано четко, кто застройщик, кто заказчик, кто ответственный, лицо ответственное, и сколько неудобства, связанных со строительством, будет продолжаться. И на сегодняшний день вот эти вот стенды информационные есть. Сергей Леонидович, давайте вернемся к дороге, а точнее к плану, в который это строительство было внесено. Еще раз, может быть, кто-то не знает, решение было принято в 85-м году, да, изначально, о том, что вот здесь будет пролегать автомагистраль, правильно? Да. А объясните мне тогда систему, если решение было принято в 85-м, почему именно в 2017-м начинается строительство? Финансирование пришло только сейчас, хотя проектироваться начали тоже уже, так скажем, 5 лет назад. Финансирование пришло только сейчас, и слава богу, что оно пришло, что данная магистраль будет. Мы прекрасно с вами знаем ту обстановку, которая происходит в часы пик на территории Старого Степного. Здесь ничего говорить не надо, люди все прекрасно знают и видят. А, вы говорите, слава богу, что финансирование пришло. То есть, если сейчас мы каким-то образом немножечко проволандаемся, прошу прощения за это слово, то деньги от нас могут уйти. Если мы их не освоим, то и бог его знает, дадут ли нам там следующие. Вы все правильно сказали, единственное, что поправлено, нам не дадут больше. Вообще не дадут. Ну, регион и муниципалитет, который программу не выполняет, соответственно, не имеет шансов дальше идти в этой программе. Сергей Леонидович, вот насколько я понимаю, на самом деле, насколько я поняла, опять-таки, из общения с жителем, из просмотренных интервью, из прочитанного, люди выступают даже не столько, ну, большинство, по крайней мере, те, которые адекватно оценивают обстановку в городе, они выступают не столько за против строительства дороги, сколько против строительства ее в конкретном месте. Предлагают даже какой-то альтернативный вариант. Есть документы. Документы незыблемые. Это генеральный план города и правила землепользования и застройки. Любая альтернатива, любой перенос, если даже его рассматривать, это уходить на годы. Этих лет у нас нет. Еще раз повторюсь, в этом году не освоим, все, денег не будет. Прозвучали предложения, да, мы их услышали и увидели. Люди, так сказать, во имя спокойствия, во имя того, чтобы, так сказать, автомобили не слышать, предлагают запустить прямо напрямик через лесную зону. Но более того, эта дорога выйдет в никуда, она опять выйдет, так скажем, в районе Ласточкиного гнезда, вот этого места. А что дальше? Не решит. Она не решит проблему, конечно. Но все равно как-то очень страшно. Я понимаю, что противопоставлять интересы, там, грубо говоря, 400 жителей вот этих вот домов, интересам оставшегося полумиллиона населения, мне все равно это глупо. Но это же тоже люди, они же тоже живут, платят налоги, любят свой город. Получается, что их интересы никоим образом не учитываются. Как так? Ну вот что делать? Ну вот как это компромиссно? Вы знаете, интересы учитываются. Интересы учитываются соблюдением нормативов. Чтобы горожанам было понятно, мы приведем простые примеры. Минимальное расстояние по новому участку проезда Северного 25 метров. Вот просто жители нашего города, кто живут около магистрали, для примера замеряют даже шагами расстояние, которое от фасадов до нынешних магистралей. В 90% случаев оно будет либо 20, либо 15 метров. Максимум, где у нас есть, это улица Солнышская, в некоторых местах это расстояние 30 метров. Это о чем говорит? Это говорит о том, что это абсолютно нормативное расстояние, и интересы жителей, они будут учтены каким образом? Будет высадка деревьев, будет уход за этими деревьями. Про зелень мы еще поговорим чуть позже, про деревья. А вот, Сергей Леонидович, насколько я понимаю, сейчас прокуратура города ведет проверку законности строительства дороги на этом месте как раз по обращению, по возмущению жителей. Правильно я понимаю? Да, такое обращение есть. Но при этом какие-то работы сейчас на этом участке все равно ведутся. То есть администрация уверена в том, что дорога будет, и что прокуратура не выявит никаких нарушений. Я правильно понимаю? Конечно, администрация города уверена, что вся документация абсолютно в порядке. Дальше идут подготовительные работы. Это нормальный процесс. Прежде чем выдать разрешение строительства, надо площадку подготовить. Нет, то есть пока вот это подготовительные работы, пока не будет решения прокуратуры. Как в любой стройке нужны подготовительные мероприятия, конечно. Как я уже говорила, в начале нашей программы администрация проводила несколько встреч с жителями, очень много встреч с жителями, даже так скажем, на которых все пытались разобраться в причинах, выдвигаемых противниками строительства. На одной из самых первых встреч побывали мои коллеги. Давайте посмотрим материал с этого мероприятия. Сегодня здесь собрались те люди, которые непосредственно проживают в этом микроюме. Мы не должны забывать еще про 450 тысяч людей, проживающих в городе, которые... Вот на ту сторону, я знаю, я просто не выйду. У меня будет шестиполосная дорога, у меня будут вечно работающие фонари, то есть светло ночью будет как днем, да? Сделайте ее в другом месте. Почему отравить жизнь именно надо нам? Проживите, пожалуйста, сколько метров, днем будет проходить от 9 ладона. Жилье может ставиться как на красную линию, так и за пределы, отодвигаясь в луку метрорайона. Мною был уточнен ГОСТ, который является действующим. ГОСТ 52-398, Москва, 2005 год. Данная автомагистраль также является обычной скоростной дорогой, точнее имеет те же характеристики. Категории 1А. Ее прокладка рекомендуется в обход жилых поселений. Ну вот так проходила одна из самых первых встреч. Вот мое личное мнение, не как журналист, как человека, который живет в городе, что когда происходит встреча в подобном формате, и когда так себя все-таки ведут люди, добиться какой-то истины сложно. Добиться какого-то конструктива практически невозможно, потому что друг друга просто не слышат. Вас не услышали, вы, может быть, их не смогли услышать просто, ну потому что это тяжело. Однако, когда люди не в толпе, все-таки они могут аргументированно и спокойно высказывать свое мнение. Мои коллеги опять-таки встретились в более спокойной обстановке с жителями по проезду Северному. Давайте посмотрим, как они себя ведут поодиночке. Конечно же, против. Хорошо же, когда есть посадка такая. Можно с детьми выйти утром погулять, да и вообще. Свежий воздух, всякие люди, которые на ту сторону окна выходят. Там, соответственно, и соловьи поют по утрам и вечерам. Там есть тропинки, там спокойно можно прогуляться. Но ведь красиво, что она есть, и вырубать ее как бы жалко. И дорога тоже нужна. Поэтому я не знаю, тут мнение как-то расходится. Все равно нас слушать никто не будет, ее делать будет и будет. Конечно, нам бы хотелось, чтобы все осталось так, как есть. Но дорога нужна городу, а как это ни странно. Вот единственное, что, вот мое мнение, чтобы хотя бы был промежуток между дорогами и домами. Оставили бы нам вот тротуар, деревья, часть. Вот видите, все-таки основной, одной из главных причин, одной из главных причин, высказываемых людьми, является все-таки вырубка лесополосы. То есть они против, они считают, что это легкие города, что они туда ходят гулять, что это их защищает от шума и пыли. Я понимаю, что вам есть что сказать на этот счет, но у меня есть еще один видеоматериал, который касается как раз-таки этой лесополосы. Давайте мы посмотрим на его, а потом продолжим наш разговор. Этот участок насаждения, он создавался где-то с начала 60-х годов. 63-64, ну, может, на год я могу, значит, не точно сказать. Ну, это вяз мелкалист или карагач, если по-народному. Ну, и ясень. Ясень, я смотрел там несколько кустарников, клен татарский. На сегодняшний день это уже практически, это техническая спелость у нее до 30 лет. Что значит техническая спелость? Это значит, уже все отмирает. А если оно находится вот в городской черте, вот древесина, оно впитывает все же, значит, весь негатив, а оно еще понижается. Это значит, ну, вот 20 лет и все, эта древесина уже, она не работает, уже не выполняет все свои те функции, которые на нее возлагаются. Это разрозненное, абсолютно расстроенное насаждение. Это не сожительство, не биоциноз. Николай Кузьмин, уважаемый телезритель, человек, который всю жизнь работает с лесом. Он ведущий научный сотрудник АГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук, почетный работник леса. Ну, то есть, не доверять словам этого человека было бы, по крайней мере, глупо. К тому же, насколько я помню, город обещал взамен срубленных деревьев высадить чуть ли не по два дерева на одно срубленное. Правильно, Сергей Леонидович? Совершенно верно. То есть, будет такая история? Да, безусловно. Безусловно. Компенсация зелени будут. Территории уже на первый этап, на осенние месячные благоустройства, они определены. Широкий охват степного поселка, в частности, близлежащие территории, тоже будут охвачены. Сергей Леонидович, а каковы гарантии того, что деревья все же будут высажены? Я это спрашиваю не из праздного любопытства, просто у людей есть основания сомневаться в правдивости этих обещаний, потому что в ноябре 2016 года Оренбургская прокуратура была недовольна работой городской администрации по озеленению. Цитирую. Анализ уже существующего положения показал, что площадь озелененных территорий города Оренбурга составляет около 29%, вместо положенных по нормативу 40%. Большая часть зеленых насаждений расположена в зоне жилой застройки. Деревья являются старовозрастными, что требует их регулярные омолаживающие обрезки и вырубки. В целях восстановления законности в указанной сфере прокуратура города Оренбурга внесла представление в адрес главы города, глав южного и северного округов, муниципального бюджетного учреждения. Я понимаю, что это не ваша история, вы не относитесь ни к северному, ни к южному округу, но это же... Нет, прокомментировать я могу. Ситуация с зелеными насаждениями в нашем городе гораздо лучше, чем, например, у наших соседей. Мы с вами видим не представление, да, я не буду его комментировать, хотя мне есть что сказать на это и цифрами. Мы видим, что все парки и скверы находятся в благоустроенном, нормальном состоянии. Происходит нормальная регенерация зелени, то есть сухостой убирается, досаживается, но увы. Все абсолютно, все до одного. Единственное, вот у нас есть там парк железнодорожников, спорный момент, все о нем знают. Но эту ситуацию глава держит на контроле, и она будет решена. И здесь все те заявления, которые город говорит, которые округ на себя берет, они будут выполнены. Осенью, весной и так далее, и так далее. Да, конечно, работа делается очень большая, но предписание прокуратуры всего лишь с прошлого года. Соответственно, я это к чему веду? Честное слово работников администрации должно успокоить в данном случае людей? Это подкреплено все документами. Документами и регламентами нашей работы. Что касается площади озеленения, процентного соотношения к населению, это тема отдельной программы, мы с вами просто не уложимся. Сергей Леонидович, хоть противники строительства и не смогли сегодня принять участие в нашей беседе, но на дворе 21 век, глобализация, соцсети. Вот одна из самых ярых противников разместила у себя на стене в социальной сети пост следующего содержания. Сейчас я вам зачитаю. Продолжаем бороться за свои права. Чиновники наружают СНИПы и НОРБы. Сергей Бринев отправляет нас в суд, вместо того, чтобы привести новую экспертизу с учетом нового объекта, построенного в 2014 году. Объекта, которого нет в проекте магистральной улицы Северной. Объект, о котором говорится, я так понимаю, как раз тот, который вы сейчас снимаете, вот этот вот лекарь, град? Нет, нет, нет. Речь идет о жилых домах. Коллеги нашли материалы с сайта с госзакупок на этом сайте, на этой, я не назову это чертежом, это карта. Карта расположения магистрали, которая располагается там на сайте госзакупок для того, чтобы потенциальный участник торгов, потенциальный подрядчик видел, где это, протяженность и так далее. Тогда они там не нашли этого дома, сделали вывод, что проект разрабатывался без учета и так далее, и так далее. Еще раз хочу повторить, что все нормативные расстояния от данного дома выдержаны, минимальное расстояние от него 25 метров. Правда, в ходе неоднократных встреч, в которых принимали участие и жители, и те жители, причем, которые абсолютно за магистраль, жители степного поселка, мы приглашали специалистов, в том числе и главного инженера проекта, человека, который уже там с середины 80-х этим занимается. И мы пытались рассказать людям, ну вот все, о расстояниях, о нормативах, о нормативном озеленении, о защите от шума, от пыли, от вредных воздействий. Но люди предпочитают, некоторые товарищи предпочитают сами читать чертежи. Поверьте мне, это очень сложно. Не имея высшего образования, либо архитектора, либо ПГС, либо дорожника, это невозможно. Но люди продолжают читать эти чертежи, причем читать однобоко, только вот в свою сторону. Поэтому, естественно, на эти выпады, да, когда уже, ну, один раз, второй раз, третий раз мы ответили, показали, с линейкой показали, естественно, какой может быть реакция? Если вы говорите, что проект сделан с нарушениями, он незаконен, но этот документ, он прошел государственную экспертизу, проектной документации. Этот документ защищался по федеральной программе в Москве и ни в одном министерстве. Если вы хотите отменить этот документ, не надо об этом писать в соцсетях. Есть суды, пожалуйста, надо обращаться в суд и говорить, что документ незаконен. Судья решит все эти вопросы. Но это будет иметь последствия. Ладно, давайте от теории все-таки вернемся к практике. И главная цель нашей сегодняшней программы... Я имею в виду, что администрация города также может подать в суд. Я поняла. Понимаете? Да. Ну, так вот, главная цель нашей сегодняшней программы, на самом деле, не найти крайних и виноватых, а дать возможность людям, которые еще не знают, как относиться к этой ситуации, сформировать какую-то свою точку зрения, чтобы понять, нужна дорога или не нужна на самом деле, может быть, принять чью-то позицию. Поэтому мы пообщались с представителями ГИБДД, которым задали вопрос, действительно ли строительство этой дороги нужно, и оно поможет разгрузить улицы Степнова от машин, и там, возможно, даже снизить аварийность. Давайте посмотрим, что нам ответили в ГИБДД. Предложение госавтоинспекции городской выносилось в свое время по строительству кольца на участке Победы Театральная березка. Перекресток является сложным сам по себе, да, то есть можно посмотреть, то есть любому человеку видеть, что разные потоки с разных направлений сходятся у нас на этом перекрестке, то есть получается у нас данный перекресток соединяет в том числе улицы Березка и Степной с улицы Терешковой, и на следующий год у нас запланировано это кольцо, вот, дай бог, будет нормально все финансировано, построят каким-то образом этим кольцом, разгрузим потоки транспортные, ну и, соответственно, может быть, как вариант, снизим аварийность. А дорога, которую планируют начинать строить сегодня, вот это вот кольцо для строя дороги, как было? Ну, эта дорога будет выходить на кольцо по проектам города, так, значит, было запланировано в городской администрации, и проект так был сделан, что все дороги будут сняться на это кольцо, то есть будет построена кольцевая развязка на течение Театральной березки. Его даже кольцом не назовешь, то есть это такой огромный овал, который в одном уровне, который включает в себя и от победы в театральную примыкание березки. Кстати, березка – это тоже этап, это тоже расширение до шести полос, это тоже вхождение в улицу Терешковой кольцом, дальше примыкание улицы Конституции и примыкание улицы Родимцевой и, соответственно, самого проезда северного. Очень сложная развязка, на пальцах ее невозможно показать, но проект есть, он также разрабатывался институтом Оренбург-Гражданпроект. Действительно серьезный этап в предотвращении транспортного коллапса в городе. Сергей Леонидович, ну и последний, наверное, у меня к вам вопрос. Вот, насколько я понимаю, все разговоры, митинги, обсуждения совершенно ни к чему не приведут, потому что дорога строится, дорога соответствует всем нормативам, на нее есть всякие документы. И я, по сути, понимаю сейчас в очередной раз, хочу сказать, что в данный момент интересы нескольких сотен людей все-таки противопоставлены интересам всего города. И казалось бы, что выбор очевиден в пользу большинства. Но все-таки давайте еще раз попробуем, наверное, вы попробуете, не я, успокоить тех, кто волнуется и переживает, и еще раз попробуем до них донести, что, насколько я понимаю, как я надеюсь, этот период строительства для них пройдет максимально комфортно. Конечно, придется что-то потерпеть, но, тем не менее, оно того стоит. Любая стройка – это дискомфорт для населения. Очень странно, когда вот сейчас мы получаем письма от граждан, что дискомфорт вызывает строительство новой школы, например, в 20-м микрорайоне. Мне странно читать такие письма. Они есть, поверьте. Просят прекратить строительство неудобно. Ходит большегруза, трактор работает. Хотелось бы, чтобы трактор работал немножко потише. Ответ очевиден. Давайте потерпим, закроем форточку, кондиционер включим. Но это же делается во благо. Это делается с точки зрения и в посыл развития нашего города. Новые микрорайоны есть. Новые микрорайоны комфортные. Новые микрорайоны с новым типом жилья. Совершенно другим типом, нежели чем оно было. Людям нравится там жить. Люди справедливо хотят видеть детсады, школы, медицинскую инфраструктуру. Мы об этом тоже очень много говорим. Но строительство новых микрорайонов невозможно без развития магистрали. Магистрали в том числе городского значения. Магистрали, которые связывают новую северо-восточную часть со всем остальным городом. Все, мы тогда замкнемся там в анклаве. Развития никакого не будет, комфорта никакого не будет. Через несколько лет наступит транспортный коллапс. Магистрали нужны. Так же, как и будет продолжаться строительство улицы Гаранкина. И я еще раз повторюсь, будет продолжаться строительство Северного и дальше. То есть это огромная развязка. Победа театральная. Это дальше расширение березки и вхождение в Терешковый. И только таким образом мы реализуем транспортную схему. А значит предоставим людям комфортно жить и комфортно соединяться с другими частями нашего города. Мне очень понравилось, когда вы сказали, что строительство будет продолжаться. Мне прям так и хотелось сказать, что уважаемые жители Степнового поселка, те, до кого стройка еще не набралась, у вас есть прекрасная возможность морально подготовиться. Потому что рано или поздно стройка придет и к вам. Ну, предупрежден, значит, вооружен, готовиться все-таки это не надо. Я надеюсь, что у нас больше не возникнет таких проблем, что не будет стихийных митингов, что люди все-таки будут более терпимо относиться. Будем принимать меры, конечно. Да, что люди будут более терпимо относиться к тому, что происходит в нашем городе. И, наверное, мы все через... Я надеюсь, что мы все через определенный период времени поймем, что все, что делалось сегодня, делалось только для того, чтобы наш город становился еще лучше. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ну, а вам, уважаемые телезрители, хотелось бы пожелать умения слушать и слышать того, кто рядом, родственника, друга, соседа по дому. Ведь от нашего взаимопонимания зависит комфортная и гармоничная жизнь нашего с вами города. Встретимся ровно через неделю здесь, на Оренбургской рабочей станции. Оставайтесь на городском телеканале ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин